Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды Забираем свои награды, так, Лига Мастеров 1 звезда Отлично, блин, скоро 1000 долларов накоплю себе Зайдем с тобой быстренько в магазин и откроем бесплатно колоду Так, кто нам там выпадает? А, Змейка Бьюн, отлично Ребята, кстати, у меня почему-то перестали работать вот эти вот бонусы Я не знаю, ошибка, 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 ошибка Хотел, думал, тут получить 3 колоды себе, посмотреть что-нибудь И помимо колод, ты не забывай, что я хотел еще получить энергию Откатики, 10 штучек, они тоже почему-то не работают Напишите, у вас так же или это только у меня Так, забираем здесь с тобой наши награды Так, поднять уровень персонажа Так, и будем с тобой, значит, прокачивать, как обычно, Криса Брэдфорда Нам нужно еще 2 кружки найти Но я думаю, сейчас мы с тобой быстренько это дело замутим Вот и все Так, пошли, прокачаем мы ему до 4 ступени рекламную паузу Ай, красота Крис прокачивается, ребята Оу, смотри-ка, нам нужно с тобой найти 9 очков 3D И что мы с тобой сделаем? Еще прокачаемся, да? Только вот с очками будет немножко проблемно Потому что они выпадают очень-очень плохо Ах ты какой у меня... Друзья мои, короче, делаем с вами ответственный шаг Подожди-ка, сколько? А здесь, блин, 250, конечно, хотелось бы получить Ну, фиг с ним, давай хотя бы соточку Хотя бы соточку Так, заберем с тобой здесь И продолжаем, продолжаем искать Так, ты где у меня, Крис? Ты думал, я от тебя отстану? Нет, не так все легко и просто будет О, еще очки нашли Еще? Так, я ничего не буду говорить Потому что я как только обрадуюсь И начинаю говорить, что дело пошло Сразу дело становится плохо Блин, даже думать об этом, походу, дело нельзя Оно все равно начинается Во, пошло, тихо, тихо, тихо Не испугни удачу, Рэй, не испугни По-моему, уже спугнул, да? Началось Ну да, спугнул Просто, ребят, спугнул удачу А нам всего 3 очка нужно Давай попробуем все-таки выбить Я не думаю ни о чем Я просто нажимаю кнопочку Просто кнопочку нажимаю и все Вот, ребят, а теперь давай Прокачаем 10 тысяч Ух Как люто Мне даже не хватает мутагена Давно такого не было, чтобы у меня не хватало мутагена Ладно, заберем с тобой здесь награду Поднять уровень персонажа Слушай, ну это мы сделаем Сегодня, ребята, я хотел, думал Испытание у нас откатилось, да? Эксперт Но, как ты видишь, у нас еще Ну почти сутки ждать 21 час 21 час Друзья мои, это, видимо, завтра Но Завтра я начинаю работать с утра Если только после работы Опять уставший, вялый Язык еле Ворочаться будет Ладно, посмотрим, друзья Но в любом случае мы пойдем Потому что, ну Это же Крэнк Крэнка Мне надо Пофармить по любасику Как ни крути Многие, кстати, задают вопрос Мне, Рэй, а какой твой любимый персонаж в игре? Ребят, я спрошу у вас так же Какой У тебя Любимый персонаж в игре? И желательно не просто написать А Пояснить Почему именно он? Вы, наверное, знаете, что у меня Любимчики сейчас в данный момент Даже несмотря на то, что, ребята, они прокачаны Это вот Усаги Лео И Крэнк И Супер Шредер Есть еще некоторые персонажи Которые, ну Как бы у меня Не то, что любимчики Ну, среднего звена Но я их очень сильно хочу прокачать Например, Кожеголовый и Слэш Вот Ну, фаворит, конечно же, Крэнк идет Тут, я не знаю Почему-то вот он мне нравится И все Я сразу вспоминаю те времена Сеговские, да? Да и Дэндевские Когда Просто зависал Черепашки-ниндзя Там, не помню Разборки в Манхэттене Или как они называются Как я с этим Шредером дрался А потом с Крэнгом Блин, так было круто Времена такие были веселые Да Консольки Ну что же, друзья мои А мы с вами тогда сегодня сделаем Попроще серию Просто поиграем на турнирочке Да? Я думаю, что никто не будет против Если мы с тобой Кстати, вот здесь можно Пару разиков, наверное Хотя, подожди-ка секунду У нас тут На классической бойне Вот Вот здесь, наверное, мы с тобой все-таки Ну, конечно же Три осколка 50 жетонов А Крэнга вы мне не дадите Да? Вы дадите мне ноутбук Дони Вы... Все что угодно Комикс, чувак Ну только... А, ну хотя бы Рафаэле Классику дали О, Шредера классического дали И все, ребята Ну, слава богу Я потратил сыр Хотя бы с какой-то пользой Так, а теперь Естественно Идем на турнирную арену И в данный момент Ты видишь Я нахожусь в Лиге Мастеров Ранг 97 Меня бы еще чуть-чуть И сбросили обратно Все гоны Ну вот Кукишим всем Потому что я буду Опять же Лететь вперед Сломя голову И Начнем мы С Бельмы Возьмем Бельму Левый Рокзар Подожди Не надо Так, 66 уровень Здесь максимальный Я буду отыгрывать Здесь Полтинники Ну естественно Не только полтинники Здесь у меня пойдут А пойдет еще Конечно же Усаги Но без него никак А вот эта вот Бравая команда Усаги Плюс Леонардо Вкупе Вместе с малышами Будет очень кстати Здесь Даже по инициативе Главное чтобы Усаги вешал на всех Естественно Постепенный урон И это уже Можно сказать 80% победы Ты смотри Как шикарно получается И добиваем То есть мы получаем С собой кубки В полном объеме И сегодня Нам нужно с тобой Подняться В Лигу Мастеров Две звезды Может быть даже В Лигу Мастеров Три звезды Но это под большим вопросом Потому что очень много Нам нужно сегодня Сделать в бою Плюс еще Вот это конечно Небольшая проблема С просмотром Рекламы Да Я бы так бы имел Не 15 А 25 Откатов Ты представляешь 25 откатов Это очень шикарно Так слушайте Они мне что Не хотят давать 23 кубка Да 22 это По ихнему мнению Предел Я не достоин Больше Да Ничего Ну походу Да Не хотят Ладно Возьмем с тобой Осада Так Лео Усаги Вы не расслабляйтесь Вы мне здесь нужны И идем Обратно Кто-то кстати Из подписчиков Написал Рэй А можешь Нам нужно подняться В топчик А для того чтобы быть в топчике Нужно естественно быть на первом месте Вот в принципе только ради этого я Беру вот этих самых сильных персонажей Да Я не спорю Получается как бы Как заезженная пластинка Все однотипно Все однотипно То есть я беру Лео Я беру Усаги Прохожу здесь без всяких проблем Как бы и В топчике Да Оказываюсь Но зато Когда у нас подходит с тобой К концу недели Ну согласись Приятно получить там По 75 Платиновых осколков Да И Кучу золотых И потом Выбирать персонажа Которого мы с вами Потом будем прокачивать Мне кажется Оно того стоит Так что ребятушки В принципе и так А насчет того что Без сильных персонажей Я уже говорил как-то Даже не один раз Что когда мы с вами Прокачаемся Хотя бы Ну большую половину Наших персонажей Поднимем платиновый ранг Мы уже с вами будем Выполнять Такие связки Комбо Смотреть Вот например Мне до сих пор интересно Посмотреть на платинового Например там Бакстера Да Бакстера Стокмана я имею ввиду Нет даже не Стокмана Стокмана у меня же платиновый Муху Как она будет себя вести Как например Будет вести себя Например Кунаичи В платиновом ранге Как будет Алапекс Шинегами У меня сейчас Никаких нету Даже предположений Насколько они сильны Крэнг тот же самый Ты понимаешь В платиновый ранг Крэнга перевести На сотый уровень Что он там будет Вытворять Я не знаю Но мне кажется Это будет лютая машина Вот например Шармагушу я перевел В платиновый ранг И немножко расстроен А чем расстроен Тем что он По здоровью Именно по хп Уступает Зэк Кажется У него мощный атак Да Но Брать его Очень опасно Потому что его быстро Валят Рахзар Кажется провокатор Должен стоять Люто На страже Как говорится Защищать мою команду Нет же ребята Все равно Может от определенных бойцов Получить таких Звездюлей Что мало не покажется Про морзильную кошку То же самое Говорил я Да Она мне не нравится Многие подписчики говорят Она имба На фуловой прокачке Мне очень интересно Это увидеть самому А не просто услышать Вот ребята Простая истина Тут Даже не надо Придумать велосипед Мы с тобой Качаемся Мы с тобой Получаем Награды И мы с тобой Дальше Начинаем Развивать наших персонажей Вот и все Новые суперудары Новые уровни Все Все заключается Именно в прохождении В прохождении Поединков Арены Испытаний Например Я очень сильно хочу Проходить в конце концов Вот эти вот Как тебе объяснить Вот эти вот Платиновые испытания Потому что Именно здесь Мы получаем с тобой Вот эти вот знаки Для прокачки На седьмой уровень Наших бойцов Седьмой уровень скилла Потому что В данный момент У меня максимальный предел Это шестой Ну для того Чтобы здесь Естественно Наладить порядки Нам нужны сильные бойцы У меня нет Время на раскачку Мы и так с тобой Уже играем Два года По-моему В эту игру Может быть даже Чуть больше Может чуть меньше И ты видишь И ты видишь Мои результаты Многие ребята говорят Спрашивают А как ты Рэй прокачался До такого Друзья мои Время Конечно же время У меня какая серия Это Четырехсотая По-моему Да Уже даже Чуть-чуть побольше И играем Без доната То есть Все своими силами Нет Один раз Был донат Но он как донат И мне подписчик Оплатил Додзе На один месяц На один месяц И Я чисто получал Там что Да там в принципе И преимущества То никакого Не было По большому счету Там получал я Осколки Мутаген И По-моему Мне давали На кунаичи Осколки Или на сплинтера Я сейчас Точно не помню Но это было Всего месяц И воспользовался Я этой услугой Ну Дай бог Неделю Потому что я играл Не каждый день В то время Так что ребята В основном Вообще Никакого доната Я не покупал Никакие паки Суперские Не открывал я их Все своими силами Да Поэтому Долго Нудно Но прикольно Мне нравится Мне вообще нравятся игры Которые идут Именно пошаговые бои В свое время Я очень долго играл В такую игру Которая называется Атлантика Наверное Вам она ни о чем Не говорит Абсолютно ни о чем Но я в ней зависал Два года Пока Серверы У нас были как бы Европейские сервера Да И азиатские Так вот И Когда европейские сервера Закрыли Я был в игре Играл В Атлантику онлайн Мне она очень нравилась Прикольная Я там Практически жил В этой игре Тоже пошаговые бои Тема такая Там довольно прикольная Там знаешь Типа Стимпанк Там вроде бы И Как бы Дикий запад Есть И какие-то Вымышленные миры И у тебя герои Героев там тоже Очень было много Там и стрелки И лучники И пушкари И мечники И маги И всякие там Титаны Там кого только не было Вот И Потихонечку Потихонечку проходил Проходил Вот там вот Ребят Вот там действительно Донат был жесткий Там во-первых Лари вот эти вот Которые покупали Они стоили Прилично По деньгам Но Как ты знаешь Один ларец Покупать это Ну нереально И Покупали там Сотнями У меня Дружок мой Вложил туда Очень много денег Я так посчитал Наверное около Ста тысяч Это было знаешь Сколько лет назад Наверное около Десяти лет назад В то время Это очень серьезные деньги На самом деле Но поверь мне Когда я играл в ту игру У меня там было Очень много знакомых Очень много знакомых Мы все общались Причем не только общались Ездили друг другу в гости То есть ну Как бы вообще Было очень прикольно Такая атмосферка Ну вот после того Как закрыли сервера Европейские Эта игра Стала недоступна у нас У нас есть сейчас Наш Один сервер Но я зашел туда Во-первых Игра какая-то Багованная Во-вторых Она без обновлений Без последних Которые там Должны были быть Именно идти На азиатские сервера Или я не знаю Может быть там еще Американские есть Я не хочу Я не хочу Потому что там Ну очень мало Русскоязычников Ну и к тому же Все на английском Все задания А я это не люблю делать Читать там Что-то переводить С этим переводчиком Нет Я просто отказался В то же время Я и в воен В свое время Очень сильно зависел Опять же Со своим корешем И Тоже были там Определенные успехи В общем Ребята В свое время У меня как Жизнь практически началась Когда я в первый раз Увидел консоль А это была Дэнди Насколько я помню В первый раз Я очень сильно загорелся Приобрести ее Родители меня не покупали ее Потому что она в то время Стоила дорого И я устроился К ней на работу К ней на работу Грубо говоря Убираться Я там подметал полы Мыл полы Протирал столы В общем Такая вот фигня была у меня И мама мне Потихоньку Потихоньку Давала наличные Многие дети В свое время Там их спускали Ну подростки Спускали их там На сигареты Там на алкоголь И я же нет Я же просто их копил Мне было тогда сколько По-моему 13 лет Или сколько Или я врули 14 Не помню Точно ребят Я накопил себе на Дэнди Первый раз ее купил И все И я завис А потом у меня пошла Вот эта вот истерия Дэнди Сега Сони Плейстейшн Сони Плейстейшн Два Вот Третьей Соньки У меня не было Я сразу себе Приобрел четвертую Но приобрел ее После того Как у меня уже был компьютер На компьютер я тоже В общем Я все себе сам Копил Все эти консоли У меня ПС Пспшка была Потом Псп Вита Нинтендо 3д 3д Как она там 3ds XXL Я все покупал В топовой себе Знаешь Вот такая вот была у меня Мания Как будто Знаешь Вот Игроман Игры всегда меня привлекали Не знаю чем Но Вот Но это не говорит о том Что я в свое время Не гулял Да Не отдыхал Не расслаблялся Все это было Я совмещал Как в принципе Сейчас то же самое делаю Я Играю И Как многие могут сказать Рэй Ты взрослый человек Да Я почему-то играешь в детские игры Ребят Не в этом суть В какие игры я играю Я играю в то что мне нравится Если мне игра не нравится Вот Многие из подписчиков пишут Рэй Вернись в Хасл Касл Ребят Ну вот серьезно говорю Вот обижайтесь Нет Ну нет у меня желания В нее возвращаться Сколько Времени Во-первых Туда было потрачено Во-вторых Там все Душит донатом Я как-то зашел За кадром Посмотреть что там Ё-моё Там такая жесть Во-первых Я как был Там Слабаком Так слабаком остаюсь Я ничего не успеваю накопить Никакие ресурсы Меня постоянно там грабят То есть Нет смысла туда возвращаться Упущено Упущено То время Когда я мог там что-то Сделать А наверстывать Ну просто нету Элементарного желания Ну Ты не забывай Что помимо вот этих вот Игр Которые мы играем с тобой Да На Андроид Через эмулятор У меня же есть второй канал Где там уже я снимаю Компьютерные игры И не только компьютерные Там и С Сони Плейстейшн Кстати я вот подумываю Стоит ли мне брать Пятую Соньку Вот я посмотрел Релизов пока Ну не особо много А те что будут выходить Они будут выходить И на ПК Поэтому как бы Если так подумать Семьдесят тысячи Платить За игру Тем более Вы не забывайте Что Плейстейшн Четвертая Со счетов Не уходит Она будет На нее будут выходить игры Может быть еще год-два А может быть даже и больше Так что вот Надо будет об этом подумать Вы Можете написать Своё Как сказать Своё личное мнение Мне будет приятно почитать Вот что бы вы сделали Может быть кто-то уже действительно Собрался покупать Может быть мне какие-то Даст доводы Может быть я передумаю И тоже куплю Всё ребята Ну по идее Как бы да Если у меня такая Игромания идет Да То есть смысл Наверное покупать Все таки ее Я имею ввиду Соньки Пятую Но Времени Если бы не работа Понимаешь До пенсии мне еще Сколько там До пенсии мне еще Четыре года На пенсии Можно конечно Будет уже Лежать на диванчике Расслабляться Но опять же Повторю У меня же дети Трое детей Поэтому мне как бы Нужно работать Обеспечивать их всем Это не хухры-мухры Так что друзья мои Как-то вот так вот Да и к тому же Я не считаю Что вот эти вот Всякие игры Детские Все игры Найдут Своего зрителя Обязательно Рано или поздно Кому-то нравится Кому-то нет Ну главное Чтобы нравилось мне Так ну что Вроде бы краткий монолог Такой я вам прочитал Пока тут Андрался Буквально с закрытыми глазами Ребят Был погружен В свою речь Ну и вроде бы Пока мы с тобой Идем неплохо Я бы даже сказал Очень хорошо И в данный момент Мы с тобой в лиге Мастеров Две звезды И я Двигаюсь к своей цели Двигаюсь к своей цели Насчет еще одной игры Хотел поговорить Да Армия клонов Друзья мои Что-то я там Не могу пройти Уровень Я сколько раз Пытался в нее вернуться В принципе И возвращался Но Как-то я не понимаю Как-то можно Блин За определенные ходы Разрулить всю ситуацию Меня там валит Я не знаю Может быть там тоже Надо очень много Доната Тихо-тихо Чтобы покупать Вот эти вот Паки Ребята Тут что-то пахнет керосином Покупать определенные паки Развивать своих солдат Иначе я просто не знаю Как там еще быть Ну Возможно вернемся Хотя у нас Поверь мне Сейчас очень много игр Именно вот на этом канале Которые нужно Надо проходить У нас вот Shadow Fight Shadow Fight 3 Я не знаю Что с ним надо делать Когда они исправят Эти ошибки Баги Из-за которых У меня постоянно Вылетает игра Постоянно Я любой бой делаю Бой с боссом делаю Бац Она Прямо в процессе И вылетела на рабочий стол Ну и как Как проходить А как проходить Испытания Которые там есть За жетоны За билеты Не знаю Друзья мои Может быть Эмулятор Глючит у меня Ну у меня их 3 штуки У меня Nox Blue Stacks И Memo И причем Они же не могут Все одновременно глючит Согласись Так Что у нас здесь с тобой Так Серега Лига Мастеров У меня по-моему Персонажа Это уже и не осталось Да У нас с тобой Что-то как-то Кисленько Блин Слушай Подожди А может быть Все-таки заработала Эта штука Давай проверим Зайдем с тобой В магазин Ну-ка Не хочет Друзья мои Ни в какую Блин Обидно Прям На слез Блин Еще бы 10 О А вот это хорошо А вот это вот Я ребята Воспользуюсь Таким шансом Кабанчика нашего Прокачать Ну как же Бейбовчик Родной мой Слушай Давай посмотрим Что у нас тут Нам не хватает Ну буквально Чуть-чуть Четыре Жетончика Тогда мы с тобой Еще приобретем Три ДНК На Леонарда А по жетонам У нас с тобой Ну тут все Очень-очень Кисло Очень кисло Ну и конечно же Мы с тобой Будем дальше Прокачивать Рафаэля Видения А потом Вот я думаю Может быть Все-таки Слэша Слэш Тоже прикольный Хотя и Пит Мне нравится И Кожеголовый Есть Есть Как говорится Над чем подумать Так Мутаген Предметы Предметы Все ребята Мы тут с вами сделали Да Я не знаю Может быть А Мутаген Кстати Что-то я забыл Мы же хотели Хотели с тобой Прокачать Крису Брэдфорду Навык Конечно же До Пятой Ступени Ать Красота какая Слушай Ну тут уже Много чего нужно Но обязательно Это будем искать Потому что Рекламная пауза Нас порой спасает И останется Потом прокачать Вот это Все средства Хороши Так Брэдфорд Приказывает Союзнику Помочь ему Вероятность 25% Получить помощь Союзника Проводя основной Так То есть мы бомбим И есть определенный шанс Что какой-то из персонажей Будет делать Тоже ход То есть бомбить Это прикольно До шестой ступени Обязательно нужно прокачать А вот до седьмой Ребята Видите что нужно В принципе Много чего у нас есть Но так же Много чего и нету Например Вот этих вот гербов Их нужно много Вот тут какой-то Элемент Пока мне не понятен Так что ребятушки Нужно Нужно обязательно прокачивать Наших персонажей Если мы хотим Чтобы наши бойцы Были крепкие Ну и Как говорится Давали сдачи Любым противникам Ну что я не знаю Может быть нам Купить с тобой 10 откатов Потому что тут не дают А так бы я еще С удовольствием Давай купим Чего ж тут Ребят Наверстаем все равно Мы с вами эти доллары Ну не доллары Так надеюсь рекламу Починят мы с тобой Отобьем В любом случае Просто мне хочется Повыше подняться А вообще хочется В лигу мастеров Три звезды Забраться И там сидеть Куковать Давай мы с тобой Возьмем 5 левого Возьмем сюда Усаги И Вот видишь Сколько еще тут Бойцов не отыграно Так что 10 Значит получается У нас 5 боев 5 боев Мы с тобой можем В легкую Здесь провести Давай Усагич Вжаривай Бумс Так Окей Давай еще Бомбанем Так же вот думал О покупке Нинтендо Свитч Многие наверное Знают Да Но опять же Пугает Цены на Катриджи Очень дорого Стоит Взломки Но я как-то Если честно Я ни одну приставку Не взломал Все соньки Которые лежат Они не взломанные Единственная Приставочка Консоль Которую я взломал Это PSP Да Обычная PSP Вот ее я взломал И наслаждался Там Тысячами играми Там кстати Очень много РПГшек на ней Аркадочек Тоже хватает Ну Мне нравилась она Да Несмотря на то Что она очень Очень старая Древняя приставочка Консолька Она мне Очень много Часов времени Как говорится Помогла скоротать Были времена Да Я как-то в свое время Еще хотел снимать По ней игры Но Думаю что это уже Не актуально Хотя некоторые игры До сих пор Как говорится Мне нравится Так Бомбим А с 3DS Я не смог Элементарно Снимать видосы Потому что У нее нет Подключения Как говорится К монитору Чтобы Вести трансляцию Там можно Все это конечно Делать Взломки Перепрошивать Там делать Входы USB Мини USB Но это нужно Давать специалистам Как-то Не особо Я этим Увлечен Да Тратим деньги Реальный На плойку Например Да Вы знаете Прекрасно Там Те же самые Релизы По 4-5 тысяч Стоят Ну и ты покупаешь Их покупаешь Потом конечно же Ты эти диски Продаешь Часть каких-то денег Возвращается тебе В карман Но все равно Ребята Сейчас кстати Вот это да New Zero Горизонт На ПКшечку Выходит Вот я сижу И думаю Блин а стоит ли Ее покупать На ПК Если я ее Играл на Плейстэшке Ну если честно На Плейстэшке Когда я играл Мне вот это вот Управление Прицеливания Просто всегда бесит Именно прицеливание Вот этими стиками Ну не могу Ребят Ну всю жизнь Практически Продрынкал Свою Именно В шутеры На ПК Понимаешь Да Единственный шутер Первый Который Я до сих пор помню Это Zero Tolerance На Сеги Если не ошибаюсь Блин Тоже была Прикольная игра Сейчас на нее Конечно даже Не взглянешь Без слез Так Ладно Что-то у меня Что это за серия Не получается Когда в ностальгию Куда-то упал Ебое Видать хандра Меня берет какая-то А может быть Просто захотелось С вами поделиться Какими-то откровенностями Ладно Друзья Продолжаем играть А в черепашки Не отвлекаемся После черепашек Наверное мы с вами Пойдем Поиграем В Shadow Fight И в Сенсея И в обычку Но опять же повторю Я снимаю серию Да Потом ставлю на рендеринг А так как у меня По 6-7-8 видосов Рендерится Ты можешь представить Какая нагрузка идет На компьютер Да Очень сильная И Они только под утро Где-то заканчиваются У меня Все видосики готовыми И я их выкладываю Это не говорит о том Что я играю ночью Друзья мои Нет конечно же Если бы я ночью играл Я бы на работу Тогда бы Просто не вставал бы Так вот получается И поэтому Когда я стою перед работой Я их выкладываю На канал Вот и все Так что Друзья мои Да Кстати Сегодня вышла серия На втором канале Gears Tactics Мне там Очень-очень Понравилась Тяжелая пехота Она меня просто Ну удивила Насколько она там Хорошо себя проявила Можете Зайти посмотреть Так И надо как-то Действительно Заняться Одним Одни из нас Второй частью Да пройти В конце концов И потом Мне еще попросили Минейтер пройти Это про акулу Не знаю Стоит ли Начинать Пишите в комментариях Если вы хотите Тоже ее увидеть На втором канале Моем Ну что Ребят По-моему У нас еще Нет Все У нас больше с тобой Не осталось откатов Мы с тобой Мы с тобой На лиге Мастеров Три звезды И ранг 82 Я считаю Что неплохо Мы сегодня Побомбили Неплохо Я с вами Пообщался Ну пообщался Рассказал вам Истории Своего Детства Своего юношества Так погоди Ко мы еще здесь Не выполнили Поднять уровень персонажа Мне хватит Мутагена Хватит Вполне Давай Ко мы с тобой Определимся И наверное Наверное Мы будем Сплинтера Сейчас поднимать По уровню Да Забираем Остатки роскоши И будем Наверное Закругляться В ближайшее время У нас с вами Будет испытание Да Эксперт Усиления Технодрома Ну и так же Союзники Попробуем И здесь Побомбить Ну и здесь Что-нибудь Так сделать Тем более Здесь видишь Гербы Которые нам нужны Так что Друзья мои Всем пока Всем удачи И до новых Скорых Видосиков